Не так давно глава государства провел совещание по вопросам развития столицы, в ходе которого высказался о проблеме нехватки парковок и поручил правительству и местным властям принять меры. А на прошлой неделе на встрече с предпринимателями Аким Астаны попросил пересмотреть условия проекта государственно-частного партнерства для оплатных автостоянок и повысить требования к качеству сервиса на таких парковках, а на территории социальных объектов и вовсе их закрыть. Как исполняются все эти поручения? Об этом и поговорим. А обсуждать тему мы будем с нашими гостями в студии. Досубаев Чингис Байгелович, директор ТО «Парковочное пространство Астаны». Джакпарова Турсун Баткенна, заместитель председателя Республиканской ассоциации потребителей Казахстана. Башимов Марат, депутат мажориста парламента, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Жолбалдеев Бейсен, директор палаты предпринимателей города Астаны. И Кукенов Кайрат, председатель ассоциации «Казпроперти». Ну что ж, уважаемые гости, прежде чем начать наше обсуждение, предлагаю вспомнить, как появились первые платные парковки в мире и в нашей стране. И почему их появление разделило общество на два противоборствующих лагеря. Мои коллеги подготовили небольшой сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Первый паркомат появился в американском Оклахома-Сити в далеком 1935 году с возникновением автомобильного бума. Уже тогда в городе насчитывалось больше полумиллиона машин. Ученые придумали устройство, которое отсчитывало оставшееся время на использование парковочного места. Оплата производилась монетами. За неуплату полагался штраф. Изобретение пришлось по душе муниципальным властям. Оно не только решило проблему беспорядочной парковки, но также приносило дополнительные деньги в городскую казну. Однако не все жители были рады нововведениям и в ответ на повсеместную установку паркоматов стали устраивать разные акции протеста. Вплоть до актов вандализма. Впрочем, это не помешало наухау быстро распространиться по всему миру. Но практически везде, где появлялись паркоматы, они раскалывали местное общество на сторонников и противников. В нашей стране впервые платную парковку ввели 7 лет назад в самом крупном мегаполисе, страдающем засильем автомобилей. И в Алматы новшество тоже понравилось далеко не всем. Споры о необходимости платных парковок не утихают и по сей день. Итак, уважаемые гости, давайте будем разбираться, что не так у нас с платными парковками. Кайрат Нурадинула. Расскажите, пожалуйста, в чем именно проблема основная с платными парковками. Я знаю, что данный вопрос вы не так давно поднимали перед Акимом в столице. Все верно. Основная сложность и проблема этого проекта в том, что, по нашему мнению, не совсем, скажем, хорошо было проанализировано количество парковочных мест, которые выделялось частному партнеру. И условия, на которых частный партнер брал в управление данные парковочные места. В 2021 году мы инициировали рассмотрение вопроса на площадке Атамикена, на площадке Акима города Астаны. Мы доказали, что не были заслужившие интересы малого и среднего бизнеса. Это рестораны, это стрит-ритейл. Не были заслужившие интересы социальных объектов, школы, больницы и так далее. И также очень много парковочных пространств возникло возле, на правой бережью, в спальных районах, возле жилых домов. То есть, по сути, мы создали дополнительный налог на владение транспортом для жителей города. Так как, как вы знаете, в Астане очень, скажем, распространенная практика безопасных дворов, когда все машины находятся вне двора. Дворы закрываются шлагманом, и жители вынуждены ставить свои машины снаружи. Все эти парковки были обустроены, покрашены голубыми линиями и обустроены парковочными системами. Концептуально, когда задумывался ГЧП-проект, мы с коллегами вспоминали, задумывалось, что частный партнер будет приносить ценность населению, гражданам путем создания вместо одной парковки на земле, трех-четырех парковок в высоту. Создание многоуровневых парковок, создание каких-то сервисов, безопасность, нахождение автомобилей и так далее. Но этот ГЧП-проект был не совсем так понят. И мы такой же ответ получили от республиканского центра ГЧП, который делал экспертизу в этом проекте. Он сказал, что данный проект, по их мнению, у нас есть официальный ответ, не достиг тех показателей и целей, которые перед ним были поставлены. Корректно, Ронодинова. Насколько я понимаю, вы не противник в целом платных парковок, вы больше реализации того, что у нас происходит. Конечно. То есть, когда уже готовые пространства берут, делают разметку условно и зарабатывают на этом деньги? Конечно. Мы за ГЧП, так как мы считаем, что это создает дополнительную ценность для города и позволяет бюджету города не расходовать средства, привлекать частных партнеров. Но это должно быть справедливо. Во-первых, частный партнер должен вкладывать понятные средства, чтобы получать деньги. А разве в рамках ГЧП это не предусмотрено? В данном проекте он называется создание и эксплуатация управления парковочных мест, но, к сожалению, в рамках него частным партнером парковочным пространством парковочные места не создавались, чертились линии на существующих асфальтированных территориях. Это первое. Второе. Вопрос эксплуатации. Эксплуатацией данных парковочных мест занимается Акимат за свой счет, то есть за деньги налогоплательщиков в разных городах, а не за счет парковочного пространства. То есть, условно, ямы на дороге появятся. Все делает Акимат. Снег убирает Акимат, пыль убирает Акимат, все подметает, обслуживает Акимат. Соответственно, частный партнер, по сути, ставит паркомат и голубой краской красит... Корятну Рогину. Давайте тогда, я думаю, сейчас обратимся к Чингизу Байгелычу, как раз-таки руководителю данного ТО, да, парковочное пространство Астаны. И я знаю, что вы лично проектировщик данных парковочных локаций, поэтому основная критика, я думаю, которая прозвучала, ваш адрес. Как прокомментируете? Ну, в первую очередь, наверное, в отношении того, что я являюсь проектировщиком, это заблуждение. На самом деле, получается, территории платных парковок у нас были определены нашим заказчиком в лице государственного партнера. То есть, действительно, все эти замечания сказаны, они абсолютно уместные, потому что город, в первую очередь, он нуждается в новых парковочных местах, потому что, как транспортник, могу только добавить. То есть, плотность застройки городов, когда она начинает развиваться вверх, соответственно, у нас, получается, территории парковочных мест становятся дефицитными. То есть, если ранее, к примеру, столица наша в 90-х годах имела количество подвижного состава в количестве 10-20 тысяч автомобилей, то есть, и также проектировались те улицы Республика, проспект Победы, то есть, по старому городу. На сегодняшний день, то есть, при численности населения 1,2 и когда у нас застройка увеличивается, понятное дело, то что у населения появляется потребность в этих парковочных местах. И, опять же, определяющим фактором именно одного из причин внедрения платных парковок является понимание, что все дворы или бизнес-центры закрываются подобными решениями, как шлагбаум системы, тем самым вытесняя все транспортные средства на проезжую часть. Если город, опять же, не будет заниматься управлением свободных парковочных мест государственных, то есть, в завтрашнем дне это перетекает в дискомфорт, то есть, пропускная способность уличной дорожной сети у нас сокращается. К примеру, если у нас на полосе две полосы, если, к примеру, парковка будет запаркована в два ряда, как это зачастую бывает, когда у нас образуются стихийные парковки, в зависимости от зоны протяжения, то есть, соответственно, пропускная способность улицы у нас сокращается, отсюда у нас возникают такие проблемы, как трафик, от этого у нас, получается, возникают сложности в качестве жизни наших жителей, да, то есть, и это, на самом деле, повсеместно происходит, поэтому, наверное, большинство городов принимают практику внедрения платных парковок для того, чтобы, скажем так, это, на самом деле, транспортный инструмент для удержания трафика и управления. Если сказать простыми словами, да, условно, была бесплатная парковка, она всегда была забитая, теперь вы ее сделали платной, тем самым вы решили вопрос с дефицитом? На самом деле, мы можем, наверное, сказать правильно только на базе данных проспекта, ой, бульвара Нуржул, то есть, мы внедрили платные парковки там. Это левобережье возле Байтерека для зрителей. Абсолютно верно, то есть, с 2018 года там внедрем проект, то есть, среднее время стоянки там составлял от 4 до 6 часов, потому что мы утверждаем об этих данных, потому что наши приборы фото-видео фиксации патрулируют эти территории, и мы знаем эти данные, да, то есть, на сегодняшний день среднее время стоянки на бульваре Нуржул у нас составляет не более 40 минут, то есть, мы более чем в 6 раз подняли оборачиваемость одного парковочного места, то есть, в 6 раз больше населения может пользоваться одной и той же парковкой. Да. Марат Сутич. Давайте мы будем более актуально говорить, потому что все эти сказки уже надоели всем с парковочными местами. Самое главное здесь, вот, я поддерживаю Кайрата, я их поддерживал до этого, я вот, комиссию, да, общественный совет по противодействию коррупции, защите бизнеса, под руководством Иракасимовича Еликеев уже ходил, и бизнесмены справедливы, этот вопрос подняли, я кем вроде согласился? Вопрос-то носит системный характер. Вы знаете, вот, получается, из-за его ответа машины правильно задали вопрос. Машины там стояли, теперь за то, что они машины стоят, они деньги собирают и все. Извините меня. А где, и получается так, богатый человек может даже вот так, да, платить там сколько угодно, полдня, там простоял, 600 тенге заплатил, бедный человек уже не может, он крутится везде и ищет тому подобное, но я не к этому вопросу, я к вопросу о том, что изначально Акимат, зная где какие места, он должен был строить парковочные места такого, как везде в цивилизованном мире, строишь ты, ты точные застройки, да, ты поощряешь олигархат, олигархов. Ведь в чем дело после январских событий в Алма-Ате, первым делом, что коснулось парковочных пространств, олигархам принадлежали, копнули там, что выяснилось, что огромные деньги текут в карман частных лиц. Понимаете, где, вот, государство, частное партнерство предполагают вложение денег, вложение, чтобы работало это все, чтобы они приносили пользу городу, в конце концов, даже бюджет нужный, а что если в тепчет и в карман, да, и говорят, мы копейки там отстегиваю бюджету, там 10%, да, сколько вы там отстегиваете бюджету? У нас 103% поступает местный бюджет, 7%. Я не знаю, сейчас какого, да, 5% было, было, сейчас, значит, меняется. Видишь, я эту тему поднимаю уже давно на телеканалах, на передачах, поднимал, Аким им это не нравилось, потому что, вы знаете, это людям штрафы приходят, они сами не могут понять, где их, бездых, азахтар лаварвым нам десет, баста сакуактыб, а, понастроили везде, в домах, в жилых кварталах, люди даже сами не знают, он поставил, оказывается, там еще дженовый термин сказали же, да, когда какое-то фото, синее фото, и кайдамблит кислирует в синее фото, что за синее фото, он же не поймет, такого знака есть или нет, он даже не знает, да, а его пришел, сейчас, да, я кончу, да, это же эмоциональная передача, не только столичных, алматинцев, крупных городов, здесь правовое регулирование, четко надо отрегулировать, да, нужно всех тех отлучить, на конкурсной основе сделать все эти гос.РП прозрачными, помните, вы обращались, прозрачные, понятные условия должны быть для этих всех мест. За ГЧП, но прозрачные. Но прозрачные, не поймешь, что кто делает, и потом убрать с тех мест, где, вы должны, вообще у нас понятие есть такое, там, где ты хочешь предложить платные, ты должен предоставить бесплатные. Вот этот принцип, мы всегда говорили, когда дороги параллельно строились, – Вопрос выбора, да? – Вопрос выбора. Получается так, еще раз повторю, Сахар Ксене может лишен таких услуг, правильно, не все богатые у нас. Кажется, что 100 тенге, да, ты поставил на 4 часа в больницу, зашел, да, пока вошел, 400 тенге вы не доположь, а он 3 дня походил, для кого-то это бьет карманы. Поэтому, заканчиваю, хочу сказать о том, что вопросы сейчас потребителю скажут, вот они очень на это внимание тоже уделяют, потому что здесь этот вопрос касается всех, он касается коррупциогенных вопросов, но это отдельный вопрос, как человек, который имеет отношение, противились к коррупции, не зря ламатинские события показали, что все, что связано с этими вещами, почему говорят, прозрачность, открытость, покажите все доходы, работайте длин, сейчас стоит на первом месте. И, пожалуйста, построите еще, тут для того, чтобы найти место даже на левом берегу, сейчас негде машина, говорит, поставить, ну столько мест есть, вы выройте котла. Аким Акимат, город Астаны, да, сейчас, да, и несколько раз им говорил, вы отдайте, пожалуйста, место перед вами, да, которое пустует, поставьте туда четырех, как и ярусную, многоуровневую парковку, и вы решите проблему всех. Нет, уперлись, мы не будем давать. Обязательно продолжите мысль, сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу, сразу после которой будем двигаться далее, оставайтесь на хабаре. Возвращаемся в студию итогов, напомню, что сегодня мы говорим о платных парковках. Марат Савидович, до рекламы я вас перебил? Я просто хотел закончить мысль о том, что президент справедливо поднял этот вопрос, потому что общественные институты давали привыкаться, масляхаты должны контролировать и работать, да, неправительственные организации, да, Совет по защите прав потребителей, да, все гражданские институты должны быть при таких, это же касается всех граждан нашей страны, это касается столичных жителей, алматинцев, других городов, поэтому совместными усилиями давайте решать эти проблемы. Ну и самое главное, как решится данный вопрос в крупных, да, мегаполисах в Астане, в Алмате, это же будет пример для всей страны, то есть это будет потом далее копироваться, я думаю, и использоваться как успешный, да, такой подход. Вот, но, кстати, вот знаете, к вопросу Марат Светович говорил о том, что, да, выбирать нужно, как бы, ну, у человека должен быть выбор, и он должен выбрать, там, условно, комфорт. Вот, есть, да, у нас и в столице, к примеру, и в Алматы торговые центры, бизнес-центры, которые дают бесплатную большую парковку, да, есть подземные, то есть, условно, если дождь, снег, да, я не хочу, там, в слякоти идти, да, я заехал на подземную, я понимаю, что я заехал на территорию, то есть там есть шлагбаум, то есть, ну, все моменты, да. Сервис. Да, сервис предоставлено, и все моменты, которые человеку, как бы, оповещает о том, что это платная парковка, потому что, когда я приезжаю, допустим, вот, у нас тут недалеко, да, бульвар Нуржол, который возле Байтирека, я оставляю машину, никаких ограничительных моментов для моего автомобиля нет, то есть, я приехал, свободную парковку поставил, а то, что стоит, вот, как бы, такая наклейка, скажем так, да, уведомляющая, ну, не все могут увидеть из-за деревьев, условно, да, а вы проехали, сфотографировали штрафы, отправили человеку, и у него потом удивление. То же самое. Да, Рахмет. Тема актуальная. У меня сейчас я на трех позициях хочу остановиться и попрошу не перебивать, если где-то. Постараюсь говорить коротко и сжато и понятно, с позиции потребителей. Мне очень жаль, что Марат Марза допустил в своем доме, в своем доме платную парковку, а я вот смогла добиться демонтажа вашей платной парковки. Нам установили, ее демонтировали, на основании чего? Во-первых, вот это ваше государственное партнерство, оно абсолютно не имеет никакую почву для создания, потому что это не стратегический вопрос. Это, в общем-то, это допустили с попустительства депутатов местной исполнительной власти. Это вообще основа, корень, источник идет от точечной застройки, непродуманной, точечной застройки, непродуманной инфраструктуры, оно создало. Или Москва, огромное население, да, понятно, что нужно создавать. Или всего лишь 2 миллиона тенге создают платную парковку, еще хотят его внедрять и рекомендовать. Ни в коем случае. Необходимо просто свернуть это ТО. Я вас, как предприниматель человека, уважаю, претензий к вам лично у меня нет, но к вашему ТО просто нужно запретить его остановить. А запретить его, закрыть, кто может? Как вы думаете? Вы НПП, это государственный партнер, государственный, госпартнер по существу, правда? Вы очень весовая организация с 15-го года. Прошу прощения, но и не имеет значения, да? И вы-то, как маленькие дитя, плачете, уговариваете. Никаких уговоров. Значит, механизм такой. Обращайтесь к местной исполнительной власти, обращайтесь к маслехату. Оно джанат депутат Тарну, кларна алтмсарга, Марат Мурза, Сыргет тоже. Вот, теперь смотрите. Во-первых, ни одно постановление Акима, которое у вас на сайте расположено, постановление Акима. Подписано еще Жахсигельдик, кто там у нас был Аким? Жахсибеков? Жахсибеков. Подписано еще Жахсибековым, вот постановление, да? Это постановление, оно само не рождается. Любая жизнь в городе разрешается с маслехата. Кто такой маслехат? Это народ. Народ его выдвинул, и он должен там сидеть и направлять этого Акима. Направо, налево никаких возможностей не давать. Вот, попустительство маслехата, вина 100% местных депутатов Астаны, Алматы, то, что они допустили, что на свет появилось вот это постановление, которым вот пользуется ТО, парковочное место. Также ведь на основании этого постановления, кроме КОАПа. Понимаете? Значит, что нужно делать? Нужно обратиться к маслехат. Вот, к вам обращаюсь, раз вы, вам сейчас некомфортно из-за того, что платные парковки. Вот, маслехат проводит сессию, обсуждает и убирает силу этого постановления. Все. Нет постановления, нет его платной парковки. Поэтому на сегодня именно скрыто местная исполнительная власть Акимат хочет заработать на жителях Астаны из-за своей непродуманной, точной застройки, из-за непродуманной инфраструктуры. Это первое. Второе. Понятно, что ГКЧП должен создаваться, да? Где ваш проект? Где на вашем сайте информация, что эти деньги соберутся? И вот в этом году на правом берегу, в следующем году на левом берегу появятся четырехэтажные эти. Народ просто голосовал бы и не был бы против. Так же ведь? Мы все хотим вложить свои... То есть конкретное создание инфраструктуры. У них на сайте должна быть информация, для чего они создались. Не для обогащения же, так же ведь? И еще темная лошадка та это, ты вот, опарковочное место. То он говорит 95% Акимату идет. Акимат говорит у нас только 5%. Кто из вас врет, народ не знает. Поэтому у вас на сайте, если вы хотите дальше развиваться, вы считаете, что вы 2 миллиарда вложили. Во что вы вложили? Не производя ничего, не принося пользу. Во что вы вложили? Эти одноногие бандиты, которые... Паркоматы стоят. Ну во что вы вложили? Надо иметь. Справедливости. Договорю я. Вот теперь смотрите. Если у вас на сайте не появится информация о том, что на правом берегу в этом году или на левом берегу в Астане появится, вы построите своими силами вот эти парковки, вот эти, значит тогда это грош цена. Нужно поднимать общественность. Надо собрать. Вот доктор наук стоит, вот новые депутаты. Пожалуйста, доказывайте свои преданные, что вы от народа. Народ вам доверил. Уберите это парковочное место. Я смогла убрать. Нашим ЖК поставили, уже поставили паркоматы. А каким образом вы это сделали? Я сказала, первое, значит, я сказала, хорошо, это будем считать стратегический объект. Вот необходимый стратегический вопрос. Докажите мне, что установка ваших платных парковок несет в лепту в развитии Астаны. Докажите, что наш дом, оказывается, наши машины мешают городу развиваться. Не доказали. В общем, ряд позиций. У вас там есть цели. У вас там есть вот это проекта вашего. Я эти проекты выписала, показала, составила петицию. Я по единственному вопросу к Ульгинов Мурзага, Рахмет Айтам. Представляете, я написала петицию. Сама не смогла ходить, попросила соседей. Мы собрали с нашего ЖК подписи жителей. Петиция прям буквально вот такая. Если вы не обоснуете стратегическую необходимость установки этих паркомест у жилых домов, извините меня, тогда просто люди будут бунтовать. И это вполне реально. Тогда вы просто не имеете права занимать место Акима. Потому что, смотрите, последний вопрос я хочу сказать. Марат Морзазнает. Есть закон. Он называется закон о государственном самоуправлении. В нем есть полномочия. Маслихаты и Акиматы в своей деятельности обязаны, то есть обязаны, обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан бизнеса в том числе. Маслихатам запрещается принимать такие решения. Вы понимаете? Это получается антинародное решение приняли. Маслихатам запрещено принимать решения, препятствующие формированию единого рынка труда, финансово-свободного обмена товаров и услуг в пределах Казахстана. То есть вот и план развития территории, принимаемый Маслихатам, должны соответствовать стратегическим планам развития Казахстана. Какая стратегия, если мешает развитию бизнеса? Турсан Бакенказа, очень у вас огненная речь, достаточно много хороших, интересных таких фактов. Чинист Бакенович, если коротко ответите на основные тезисы, прозвучавшие. Здесь на самом деле два тезиса, наверное, надо обсудить, да? То есть я попытаюсь очень коротко объяснить, зачем необходимо развивать платные парковки в столице. То есть у нас при численности 1,2 миллиона человек разнополых, всех возрастных групп, в городе официально зарегистрировано более чем 400 тысяч транспортных средств серии 0.1. То есть можно сказать, на каждого третьего жителя приходится по одному транспортному средству. Это есть основная причина, почему развивают именно подобные проекты, которые должны улучшить транспортную ситуацию. Потому что в завтрашнем дне, то есть по этому пути как раз-таки Астана идет, то есть с этим сталкиваются, опять же, как в начале сюжета говорилось, в Соединенных Штатах Америки, да, в 30-х годах, там в нулевых годах такие крупные города, как Стамбул, то есть где уже катастрофическая ситуация идет с трафиком, они уже начинают внедрять более сложные механизмы. Опять же, Астана подошла к моменту, когда необходимо уже заниматься вопросами улучшения транспортной ситуации. По этим причинам, наверное, и внедряются такие проекты, как платные парковки. Извините, пожалуйста, не перебивайте. Да пусть договорит. Нет, нет, разрешите, да, то есть я отвечу. Это было-бла, по сути. Это один момент. Внедрение систематизированных решений, такие, как принял наш город, да, то есть на самом деле здесь неважно, будет этим заниматься ТО, парковочное пространство там или иная любая форма предприятия. Вы ведете к тому, что это неизбежность. То есть это неизбежность, это надо принимать. По этому поводу город вынужден принимать такие систематизированные решения, для того, чтобы управлять транспортными потоками. Это дает ряд плюсов, таких, как социальная защита, да, то есть социальная ответственность, поднятие уровня культуры самих автомобилистов, когда они научатся перепарковывать транспортные средства, не ставить машины в два-три ряда, да, то есть, и, соответственно, одним парковочным местом будет пользоваться больше. Да, мы услышали вас. Давайте такой вопрос, который, наверное, больше всего волнует. Я, кстати, по поводу социальной ответственности не ответил. То есть очень верно вы отметили, как раз-таки внедрение систематизированных решений дает возможность особым слоям населения пользоваться парковками на абсолютно бесплатной основе, согласно законодательству, для тех же жильцов, да, то есть внедряются резидентные абонементы, то есть мы, и город понимает абсолютно то, что у каждого жильца ЖК есть больше прав пользоваться платной парковкой, которая находится возле ЖК, да, соответственно, город и принимает решение, то, что платные парковки будут работать исключительно в рабочее время с 8 часов до 8 часов вечера, в ночной они бесплатные, для жителей этих домов будет предлагаться отдельная абонементная система, как полторы тысячи тенге в месяц, да, то есть и в субботу, воскресенье все будет довольно бесплатно, скажем так. Ченгиз Багеш, давайте коротко, да, о самом главном интересном вопросе деньги. Сейчас звучат разные процентные здесь соотношения четко, сколько зарабатывает ваше ТО, да, давайте, может быть, уже есть какие-то цифры в год в целом с начала, да, действия данного проекта. Если говорить о холодных цифрах, то есть стоимость контракта была на момент заключения в 2018 году более 1,9 миллиардов тенге, на сегодняшний день наша компания потратила более 2,5 миллиардов тенге, то есть это, наверное, связано больше с задержкой сроков реализации, то есть по понятным для всех причинам, да, то есть это и пандемия, когда платные парковки у нас отключались сроком почти на полгода, да, то есть это и последние события январьские. То есть по вашим подсчетам вы в минусе сейчас? Мы сейчас можем явно сказать то, что мы инвестировали более 2,5 миллиардов тенге, при этом проект в части доходности, да, имеет следующие показатели, 92-93% общего дохода поступает в местный бюджет, при этом 7% поступает непосредственно в то парковочное пространство для дальнейшей эксплуатации и, как бы, развития этого проекта. То есть ваша маржа – это, по сути, 7%? Условно. Дельта оборота дохода, она такая. Смотрите, к этого ГЧП проекта есть понятие штрафы административные за неуплату парковки, есть понятие платы за парковочные пространства. Нет, давайте, как это так, сейчас вот Чингис Байгилович озвучил данные цифры, 93,7. Я говорю, это 93,7, это, как бы, знаете, подмена понятий? Да, да, это перемешать. Смотрите, если говорить о штрафах, они все идут в бюджет, это правильно. А если говорить о платежах за парковку, то до конца прошлого года 5% получало государство, 95% – частный партнер. С этого года 25% получает государство, 75% – частный партнер. Подтверждаете? Оплата за парковку. Оплата за парковку, да, идет распределение. Видите, все в карман идет им. Ну, как бы штрафы, если бы еще и штрафы собирали, то, я думаю, это вообще было бы… Это было бы нарушение вообще уже. Всего вас было. Два миллиарда, на что вы вложили где-то… Основные статьи какие-то. Нет, у вас даже на сайте нет информации, что, во что вложены эти два миллиарда. Два миллиарда по стоимости проекта? Ну, на самом деле, проект, получается, это перепроектирование и оцифрование всего города, потому что, опять же, внедрение платных парковок, это влияет на существующую конфигурацию дорожных знаков. Соответственно, это все перепланируется, перепроектируется, вносится изменение на все улицы, где находятся платные парковки. Кроме этого, да, это самая видная статья, допустим, установка дорожных знаков, изменение конфигурации информационных счетов. Соответственно, кроме этого, есть отдельный модуль администрирования правонарушений, да, то есть это приборы фото-видеофиксации, которые оборудованы на специальных транспортных средствах… Я уже поняла, что вами 2 миллиарда, не миллиарда, никуда не вложены, просто вы сейчас за каждую будете отчитываться. Вы сможете мне запрос сделать или вот пусть гептатский запрос делает точечно, по цифрам, по тенге? Расшифруйте, пожалуйста. Это не закрытая информация для представителей Маслихата, то есть, потому что заказчиком проекта выступает Акимас. Я у вас этого не вижу. Заказчиком проекта выступает Акимас, и профильщик по Астане уже есть. 536 мест по Астане. В земельных участках. В участках. Да. Это 10 тысяч парковочных мест. 536. Так. Так. Вот, кто это… Вы, получается, провели вот это изучение, да, анализ. Акиму предложили, и он решил вот это вот… Кто выбирал эти локации? Кто выбрал улицы? Там улица, смотрите, там улица, просто обыкновенный дом, не имеет ни бизнес, ни с отцом, просто дом, который имеет право ставить свои машины. Да, рядом свободная парковка. Кто вам давал это право? Кто решил этот список? Кто включил? Вы или Акимат? Я могу ответить. Дадиму ответить, да? Да, я могу ответить, что в дискуссии происходило. На самом деле потребность в нахождении платного парковочного места возле жилого комплекса, она тесно связана с плотностью и зоной застройки платных парковок. То есть, если руководствоваться идеей, что возле жилых комплексов надо убирать платные парковочные места, да, то есть мы сконсолидируем платные парковки возле бизнеса, соответственно, будет необходимость перемещения транспортных средств с бизнеса на территорию жилых домов, да. То есть, из-за этого, получается, там ситуация будет ухудшаться. Если так говорить, взять наше сердце столицей, бульвар Нуржол, это и было основное место, где необходимо было развивать платные парковки, потому что, казалось бы, Нурсая-1 и Нурсая-2 это жилые комплексы, но там невозможно подъехать, но это при этом достопримечательность столицы. Чингис Бадилович, я в принципе в части Нурсаи с вами согласен, что там в любом случае какое-то решение нужно. Но это при этом жилой комплекс. Но давайте учитывая, что все-таки Нурсая, да, это Байкерек, центр, который в любом городе, они не развиваются в окраинах, то есть в мировой практике они развиваются по кольцовому принципу, по центрах окраинам. Вот сейчас вопрос, да, который, давайте, давайте, как какой адрес, да, давайте мы с вами понимаем. Правый берег, вот мы говорим, Жильтуксан, улица Уэзова, какие еще? Да, 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 да. То есть правобережье, где как раз-таки жители города, вот я уже довольно-таки давно в этом городе проживаю, то есть, из Жильтуксана и Уэзова, оно с начала 2000-х годов, вся территория закрыта шлагбаумами, то есть жильцы уже давно сигнализируют, что там дефицит мест. Моим словам будет подтверждение, наверное, для всех жителей, да, города, которые смотрят эфир, информация о том, что в будние дни, в часы пик, как раз-таки там есть заторы, но в субботу, воскресенье, если вы там проедете, там абсолютное пространство и свободные места на покупках. То есть это показатель того, что используют бизнес для себя? Абсолютно верно, потому что это рабочее время, в ночное время там возможно примарковаться, это факт. Маслихаты, Акимы, они все знали, все проблемы этого города, они за 20 лет могли уже тысячу раз эту проблему решить, застроить все подряд, да, вот этими, сделать. И самое главное, вот выясняется опять же, тут термин, не на тех местах, которые не сделали, поэтому эту ситуацию надо срочно управлять. Антикоррупционная служба, мне к вам вопрос, она занималась с вами, где-то я мечтала, занималась, какое она вынесла решение. В Алмате она, я знаю, вернула все вот эти объекты, да, сейчас, можно сказать, Акимат, Акимат, и мы работаем в рамках существующей нормативки, да. Акимат, Акимат, ты в Алмате, это официальная информация, где проходила, вот эти все парапарковочные места вернули бюджетным организациям города. Вот у нас какая сейчас ситуация? Вернули это или не вернули? Не вернули? Не вернули. Да, антикоррупционная служба. Какой вопрос, понимаете, в чем дело? В вашем вопросе, понимаете, за 4 года, сколько мы поднимали этот вопрос, ни один Аким толком не ответил. Тут что, на программах телепередачи начинали подниматься вопросы, Аким и Городов стали звонить. Вы не верите ответить, да. Требовать, чтобы вот эти проблемы, точечные застройки, парковочных мест не освещались на телеканалах. Я вам говорю, как журналист, который работал в этой сфере. Поэтому это сфера, которая требует общественного контроля. И правильно вы сказали, хазар маслихат пин депутатер, бахлап хат стоп трогар кускал да. Уважаемый гость, у нас эфирное время, да, ограничено? То есть, в части законности и нахождение парковочных мест является ли это собственностью частной компании или государственной, да. То есть, будет краток, все земельные участки, на которых сейчас находятся платные парковки, они являются собственностью народа в первую очередь. Соответственно, Акимат не имеет права передавать эти земельные участки ни в коем случае ни бизнесу, ни частным компаниям. Потому что в 85% случаев под этими земельными участками находятся инженерные сети. Именно по этой причине государственный партнер оставил право собственности земельных участков за собой. То есть, частная компания приходит с технологией, обучает и внедряет эту систему, а сам контракт ГЧП и вообще законодательство ГЧП позиционируется с точки зрения, то есть, есть компетентная организация, которая это внедрит, затем она обучит государственный правильный компетентный орган и затем будет преемственная передача проекта. Соответственно, мы, в принципе, от этой идеи не отходим. Да. Ну и сейчас... Добавлю, да? Да, Бессимир Багимович, вы обязательно скажете. Сейчас небольшой, да, у нас есть блиц-опрос. Я предлагаю сейчас, да, предлагаю посмотреть и услышать, что говорят о платных парковках рядовые алматинцы. Смогли ли паркоматы решить проблему с загруженным автотрафиком в городе? Внимание на экран. В Алмате больше машин, чем парковок, хотя они платные, потому что, ну, парковки доступные же, час-то тенге – это нормально. В европейских государствах у западных коллег эта практика давно внедрена и является обыденностью. Это увеличивает городской бюджет и улучшает дорожную обстановку в городе. Парков мало. Во-первых, не знаем, кому платим. Во-вторых, мест не хватает абсолютно. Платные парковки должны идти в государство, а не в частный карман. В государственный бюджет, я так понимаю. После того, как они перешли Кабакимат, получается, все пошло в казну. Все деньги в казну. И с этого момента улучшаются районы, получается. Каждым годом, то есть, оплата за парковку увеличивается, и это на самом деле не очень, я считаю. У нас в Казахстане много мест, но из-за того, что платные парковки поставили, у нас трафик в городе ухудшился. Платные парковки, они стали дороже и для автолюбителей. Например, если утром они поставили машину на платную парковку, вечером выезжают, это уже выходит 2-3 тысячи тенге. И это слишком затратно выходит для автолюбителей. У меня негативные отношения. Все равно, насколько мы все видим, все равно транспорт останавливается и подзнаки останавливается. Поэтому я считаю, что проблема не решена. Да, хочу уточнить, что данный сюжет был снят в самом крупном нашем мегаполисе, в Алматы. И справедливости ради мы приглашали к данному диалогу подключиться представители Акимата Алматы, но, к сожалению, они не нашли время, отказались. Бесим Акимбайович. Я вкратце скажу, с 2021 года, впервые, когда нам предприниматели обратились, в основном это бизнес обращался, Казпроперти, в целом жаловались на то, что бизнес-центр строится, изначально бизнес, он же рассчитывает, допустим, благоустройство, полностью за свой счет сделали парковочные места. Затем по истечению срока аренды Акимат забирал и отдавал партнеру. То есть мы говорим о том, что здесь нормы ГЧП должны сохраняться. Мы делали тоже официальный запрос, центр ГЧП это центральный аппарат, тогда они отметили, что очень много нарушений на самом деле есть. Более того, буквально на прошлой неделе мы когда встречались с Акимом, Аким тоже согласился, что где социальные объекты и жилые дома, абсолютно надо убирать везде платные парковки. Да, мы согласны, где там туристические места, чтобы, ну, как бы у нас батерей, там другие объекты, экспо может где-то, да, а в целом мы, конечно, не согласны. Более того, мы рассматривали совет по барьерам, потому что по жалобам бизнеса, микро и малый бизнес, вот по республике, если едете, везде платные же, то есть теперь, ну, люди психологически, допустим, даже 100 тенге не останавливаются, соответственно, это уже, когда запустили платные парковки, малый и микробизнес сказали, что минимум на 30% упали их доход в целом. Это о чем говорит, о том, что это ущерб в любом случае бизнесу. То есть президент говорит, МСБ развивать, а мы с другой стороны души. Да, мы поддерживаем бизнес в целом, да, вот проекты ГЧП, у нас очень много проектов ГЧП, но здесь должно, вот, когда правильно отметил, ценности граждан должны, как бы, учесть, да, то есть там жилой комплекс, не должны рядом стоять платные парковки. Более того, мы когда говорили, вот, допустим, когда платные парковки, естественно, они, которые рядом работают, все ставят во дворы. Только туда, допустим, если даже пожар или там, не дай бог, никто не может проехать в эти дворы. В этой части мы делали анализ, теперь буквально, когда на прошлой неделе обсуждали, в целом мы готовы рассмотреть, мы неоднократно писали управление транспорта. Более того, по итогам заседания Совета по защите прав противодействию коррупции, мы когда провели, мы добились, чтобы тогда тот момент, вот в прошлом году, было 5400 парковочных мест уже освоено, скажем, партнером ГЧП, партнером, да, и нам удалось 1700 мест, то есть одна третья часть убрать, то, что они, как бы, нецелесообразны, потому что правом берегу спящие, спальные районы были охвачены. Эти участки мы обосновали, что нет необходимости. Но по сегодняшний день мы эти 1700 мест, по сегодняшний день не знаем, какие убрали, какие оставили. То есть тысячи, по существу, должны оставить там 3400 или там 3700 мест, да. То есть в этой части, конечно, мы сейчас опять в прошлой неделе поднимались из-за того, что нет обратной связи с местным исполнительным органом, поэтому мы просим, чтобы это, может, заново переиграли, ну, в рамках закона и прозрачности должно быть. Чингис Багилович, к вопросу о парковках возле социальных объектов. Мы знаем, что вот Аким, да, распорядился убрать платные парковки возле социальных объектов. Как работа в этом направлении двигается? Смотрите, то есть, на самом деле, кроме Акима, у нас депутаты как раз-таки Маслехата, когда утверждали территории платных парковок, дали рекомендации в отношении демонтажа платных парковок возле центров обслуживания населения, образовательных центров, да, то есть это школы и детские сады. Кроме этого, конечно, есть поликлиники, больницы, ну и, скажем так, социально значимые объекты, там небольшой перечень, да, то есть, в принципе, его можно будет предоставить. Именно эти территории были демонтированы, то есть там на сегодняшний день эта работа ведется. То есть по столице возле всех соцобъектов уже демонтированы платные парковки? Да, окей. Можно я отвечу? Давайте, возможно, докончить. Давайте, коротко, представители народа, да, депутаты. Все должно быть прозрачно, сейчас время такое, открыто, некоррупционно, понятно, чтобы Маслехат и Акимат работали, понимаете? А то ссылается на Акимат, Акимат несет прямую ответственность. Он что, до этого Маслехал делал то, то, что Ким сказал, то он и принимал. Сейчас ситуация изменилась, мы же конституционные реформы для чего провели? Для того, чтобы Маслехат избирали, эффективно работал, контролировал бюджет, да? Чтобы вот приглашайте, уважаемые, потребители. Вот они вам покажут, где какие места, вот где делает город, да, ошибочно. То есть, заканчивая, хотелось сказать, время изменилось. Все мы отчетны перед народом, да? И мы должны делать все, что во благо народа. Вот это главный критерий для всех отношений. Мы правильно говорите, разрешите, я продолжу, значит, мое величие в отношениях. Давайте не будем на последней стадии, все время закрывать то, что вы делаете, да? Последнее слово за вами, значит, вы правы. Не надо так говорить. Последнее слово за народом. Уважаемый господин, за народом. А вот предприниматели, на самом деле, участвовало в развитии нашего проекта ГЧП, да? То есть, в первую очередь, они давали эфирное. Эфирное время подошло к концу, уважаемый гость. Я надеюсь, общество вместе с вашей компанией, с Акиматом, с депутатом Маслихата будет в тесной связке работать и прозрачность будет повысим. На сегодня все.